Сегодня мы хотим затронуть довольно щекотливую тему отношений турок и иностранок. Отщекотливая эта тема является по причине того, что она всегда вызывала много споров и чувствовала, что вызовет немало споров и под нашими видео. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Прежде чем начать наше обсуждение отношений турок к иностранкам, необходимо сразу упомянуть о многочисленной части общества Турции в виде курдов. Нация, которая сильно отличается по своей культуре и традициям от турок. Проживают они преимущественно в восточной части Турции, являясь чаще жителями именно сельской местности. И внешне они чаще всего более смуглые и имеют черты лица, более схожие с арабским типом. У них также свой курский язык, сильно отличающийся от турецкого. Хотя большинство из них говорят также и на турецком языке. И несмотря на видимые отличия во внешности с турками, иностранки же этих отличий не видят. И к чему приводит вот это вот отсутствие разницы в глазах иностранок, расскажем ниже. Курдская культура и традиции находятся под сильным влиянием религии и собственной самобытности. Эта нация буквально помешана на своей идентичности. И в большей массе представители этой нации строго придерживаются религиозных канонов. И чаще всего именно из-за этого семьи крайне болезненно воспринимают новшества современного времени и фанатично придерживаются устоявшихся культурных традиций. По сравнению с турками, эта нация намного более консервативна. И когда вдруг заводите отношения с курдом, об этой особенности обязательно нужно помнить. Из просмотра нашего видео будет понятно, почему мы говорим об этом. Турки же более современная нация и довольно легко изменять свои традиции, адаптируя их под веяние современного времени. Связано это в первую очередь с тем, что нация сильно ценит комфорт во всех сферах своей жизни и поэтому готова меняться, выбирая комфортную и современную жизнь, при этом умело сохраняя свою культурную идентичность. Такие изменения связаны в первую очередь с развитием туризма в Турции в конце прошлого века, когда в страну хлынули иностранцы с разных уголков земли и положили начало турецко-иностранным отношениям. Таким образом, в турецкую культуру постепенно примешивались разнообразные иностранные культуры, привнося в Турцию что-то свое, что стремительно европизировало общество. При этом турки по-прежнему сохраняют свою идентичность и особенности менталитета, но при этом постепенно теряют самобытность. В последние же годы к турецко-иностранным отношениям подключились еще и онлайн-знакомства, которые турецкие мужчины активно используют в своей жизни. А порой даже слишком активно. А порой и слишком активно. Что для иностранной женщины, не понимающей турецкий менталитет, может являться особой причиной ее расстройств. В последние же годы количество европейских туристов во много раз увеличилось. Плюс этому стало модно покупать еще и недвижимость на турецких побережьях, что добавило в стране еще и владельцев недвижимости, которые живут в стране наездами или даже годами. И ввиду такого бурного развития турецко-иностранных отношений в туристических городах от турецкой самобытности остаются лишь смуглый цвет кожи сотрудников сферы туризма и отельного бизнеса, турецкая речь и штампы турецкой культуры, которые сами турки и распространяют. И для приезжающих на отдых европейских туристов эти смуглые, улыбающиеся красавцы, а порой и не совсем красавцы, умеющие мастерски раздавать комплименты, вкупе с сеним морем и романтическим побережьем, нередко кажутся неким экзотическими горячими султанами, готовыми на все ради своей любви. И вот здесь таится главная ошибка таких иностранных туристов, которая часто встоит им немало слез и расстройств. Турист приезжает в страну абсолютно неподготовленным к отношениям с людьми другой культуры, строя свои представления о турецких мужчинах лишь по фильмам и сериалам, статейкам из интернета и комсомольской правы. Для европейских мужчин, а особенно мужчин с постсоветского пространства, турок чаще ассоциируется с недалеким дикарем, с лешим с гор, а для женщин с казановой, которого каждая стремится обуздать. И о том, как ведут себя мужчины со стран постсоветского пространства, совсем не хочется говорить. Мы, кстати, наблюдали не раз эти картины, например, в отеле в Анталии, да? А вот дамы нередко теряют голову, частенько все свои мозги, а порой и всякие рамки приличий, что мы тоже неоднократно наблюдали. За этим даже, это даже вот одно из наших любимых занятий, особенно твоих родителей, да, сидеть и наблюдать за этими дамами. Ну, это как реалити-шоу какое-нибудь по телевизору, только ты присутствуешь на этом реалити-шоу. Нередко иностранные женщины-европейки едут на отдых с целью оторваться на полную катушку, чтобы хватило вот на весь год. И нередко в туристическую программу входят и секс-авантюры, и курортные романы. И, как правило, на таком отдыхе туристы нередко позволяют себе то, что никогда бы не позволили себе в своей стране. И получается так, что иностранцы едут в Турцию с своим уставом, забывая, что люди в другой стране, скорее всего, имеют свою культуру, менталитет и традиции. И наличие всего этого может сильно отличать их взгляд на мир. Но, к сожалению, турки тоже грешат тем же, оценивая иностранных через призму своих культурных традиций и навязанных штампов своей же культурой. Курортная зона в летний период представляет собой некий котел, в котором перемешиваются местные турки, приезжие турки и сами иностранцы. Большая часть приезжих турок – это отельный персонал, заработок которых очень мал по сравнению с среднестатистическим турком. Поэтому обслуживающим персоналом в отелях чаще всего задействованы студенты на каникулах, деревенские жители и курды, приехавшие на заработки. И вот как раз молодые, а иногда и не очень, сельские жители, и особенно курды, приезжают не только подзаработать, но вырваться из-под традиционных ограничений. Так сказать, разорвать цепи. Да. Зажечь эту ночь. И часто под воздействием своих гормонов совсем не прочь завести курортные романы с европейской женщиной. А учитывая их романтическую жилку, которую они вкладывают в общение с женщиной, облегчает им эту задачу. Вот это и есть основная армия кавалеров-турок курортной зоны. Но не стоит обольщаться. Если вдруг слышите от своего нового смуглого кавалера массу комплиментов, позволяющих чувствовать себя королевой, это совсем не значит, что такой турок с курортной зоны готов променять традиционный семейный уклад на брак с иностранкой. Основные преграды для этого нередко – это враждебность его социума, существенные культурные различия и, конечно, религиозная составляющая. Еще один важный нюанс в пользу негативного развития курортных отношений с турком – это то, что иностранке часто очень сложно отличить курда от турка. Намного более консервативные курды более категоричны в своих оценках иностранных. И курдскому обществу еще тяжелее принять иностранку в свою семью. А также не в пользу брака с иностранкой свой вклад привносит и турецкая СМИ, которая активно штампирует образ иностранки, приписывая им легкость поведения. А также и выводы об иностранках делают еще и сами турки, наблюдая за их поведением на турецких курортах. Так, туристки-славянки часто для турок на курортах представляются доступными для секса, так как именно они с легкостью меняют своих укажеров, как перчатки. И плюс к этому еще и перемешиваются штампы о славянах, о том, что все мужья у них якобы алкоголики и не дают славянским женщинам должного внимания. И поэтому славянки всегда якобы голодны до секса. И из-за этого падки до мужчин готовы окутать их своей заботой, пускай и на время. Европейки же, ну, например, чаще всего именно немки, представляются туркам эдакими богатыми дамами, которых можно раскрутить не только на секс, но и на деньги, и за ее счет отправиться в Европу. Поэтому на курортах, где туристы сменяют друг друга каждую неделю, иностранки привлекают турок в первую очередь доступностью в сексе. Плюс, как и для европейских туристок, турецкий мужчина представляется некой экзотикой. Также и для турка белокожая красавица с европейскими чертами лица является той же экзотикой. И каждый такой турок, работающий в курортных зонах, мечтает хотя бы раз в жизни затащить в постель такую иностранку, а потом хвастаться перед своими друзьями. Такое желание связано также и с особенностью отношений с турецкими женщинами. С которыми свободные отношения попросту недоступны. И нередко у турков единственная женщина в постели – это их жена. А особенно если это касается жителей сельской местности и в особенности курдов. Именно поэтому на турецких курортах такие мужчины бросаются в пекло с головой и не жалеют словарного запаса, чтобы очаровать европейскую красавицу. И чаще всего все комплименты у них изобилуют шаблонными фразами. Типа все русские, украинские, немецкие, польские и так далее по списку. Самые красивые, самые сексуальные, самые ухожие, добрые, самые присамые. И при этом про турчанов говорят они обратное. Ну то есть они вполне активно используют работающий этот трюк – говорить то, что хочет женщина услышать от кавалера. Точно так же они ведут себя не только в курортных зонах, но и на просторах интернета. И даже не чураются с легкостью признаваться и в любви, и обещать жениться. Но все-таки то, что мы описали, является общей картиной именно в курортных зонах. Так как есть немало примеров браков турков с иностранками и весьма благополучно. Но устроились они не на курортах и не на межнациональных отношениях, а на межличностных. Когда отношения длительное время выстраивались на базе долгих взаимоотношений. Чаще всего это те люди, которые познакомились на работе, на учебе или в другой среде через знакомство общих знакомых. Что позволило выстроить межличностное общение. Так же и онлайн-знакомство чаще воспринимается турками лишь как развлечение. Кстати говоря, если хотите услышать, как себя ведут турки в онлайн-знакомствах, на что обратить внимание и как они обманывают, Мои книги в комментариях, стоит ли записывать такое видео. Вот здесь пиши. Бывают такие турецкие мужчины, которые ранее имевшие опыт длительных отношений с иностранками и оказываются счастливы в них, потом при распаде таких отношений продолжают искать именно иностранку. Но при этом такого турка не интересуют именно туристки, так как он считает, что его не станут рассматривать всерьез. Уверен, что такие иностранки не ищут серьезных отношений и рассматривают его больше как экзотическую диковину. Так, у нас здесь есть один приятель турок, который имел опыт четырехлетних отношений со славянской девушкой. И вот, с его слов, это были четыре года самых счастливых лет его жизни. Каждый раз встречаем, когда его жужжит в это уши. Да, и с тех пор он не может строить отношения с турецкой женщиной. Как он объясняет причину, с турецкой женщиной он чувствует себя рабом в отношениях, а со славянкой он чувствовал себя королем. Так как турецкие женщины не обладают вот этой женской хитростью и способностью флирта, а все говорят прямо. А с той славянской женщиной у него было все как в сказке. Она всегда была загадочна и никогда ничего у него не просила напрямую. Но могла так делать, что он сам хотел отдать ей все, что у него есть. И ему постоянно хотелось ее защищать. Он говорит, что толком не может объяснить, что есть такого у славянских женщинок. Но рядом с ними лично он чувствует себя королем. Но при этом не ищет отношений с туристками. Так как также считает, что серьезных и стабильных отношений с ними не построить. Вот и ищет теперь себе славянскую жену через знакомых. Через нас. В данном случае через нас. Вывод из нашего повествования таков, что восприятие турков иностранок сильно разное в зависимости от среды обитания их обоих. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, вопросы, предложения пишите под видео в комментариях, а также на нашу почту, указанную там тоже под видео. А еще под видео найдете наш сайт, куда можно обратиться за помощью в поисках квартиры, а также по вопросам сопровождения и консультации в НЖ. И при желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!